Пророк, саллиллаху алейху вассалям, сказал, из хорошего проявления исповедания ислама человеком то, что он оставляет, то, что его не касается. Поэтому, если ты хочешь посмотреть, если так можно выразиться, на качество мусульманина, следует ли он пророку, саллиллаху алейху вассалям, посмотри, разговаривает он о том, что его касается, или влазит в вопросы, которые вообще дела нет до них. Как, допустим, вопрос, оправдание поневежества. Углубляются в этот вопрос очень многие люди, однако абсолютно ничего в этом вопросе не знают. И до такой степени доходят в этом вопросе, что начинают всех под одну гребенку такфир делать. Такое ощущение складывается, что как будто бы у нас в шариате вообще нет других вопросов, кроме вот этого вопроса оправдания поневежества. И он только тебя вот заботит. И начинает спрашивать, так, есть узр биджахль или нет. Он говорит, тот, кого спрашивает, он вообще может не знать этот вопрос, может даже не знать вопрос имана. Его цель, его желание что? Чтобы вынести какое-то решение относительно этого человека. Поэтому этот вопрос, оправдание поневежества, обязательно мы должны вернуть к большим ученым. А мы что должны делать? Мы должны, наша цель, наша миссия избавить людей от невежества, спасти их от огня. Однако вопрос, обвинение в неверии людей, или оправдывается он, не оправдывается, это все дела больших ученых, ладжины комитета больших ученых и так далее. Твоя миссия, спаси вот этих невежественных людей. Напоминай им. Он, ты видишь, говорит, ту действительность, которая вот вокруг нас. Много кто на эту тему разговаривает. Они что, выручают, спасают людей тем самым? Нет, в большинстве своем нет, кроме тех, которые в Аллаху. Если ты, говорит, его самого, кто вот занят этим вопросом и спросишь о его папе, дедушке, бабушке и так далее. Не знаю, субханаллах. Его цель вот других, такфир делать кому-то, кого-то в неверии обвинить. Некоторые люди, говорят, даже вопрос мяса, дозволенности мяса, дозволенной силы, нет, вводят вот в этот вопрос. То есть в оправдание. Или мясо, произведенное из других государств. Они говорят, вот эти люди кафиры, следовательно, их мясо, которое они приносят жертву, тоже нельзя нам есть, раз они кафиры. Вопрос, брат. Сахабы так делали или нет? Занимались этим или нет вот в таких масштабах? Какими были, каким был пророк, саллиллаху алейкум, праведным пришественникам? Сахабы перед ним. Они вот так ходили, экзаменировали людей. Или они обучали людей. Или они спасали людей. Да, говорит, мы не можем людей вот так в невежестве оставить и бросить, да? Обязательно мы должны что-то делать Кто-то говорит, допустим, мой сосед не молится Что он хочет? Он просто хочет постановление относительно его неверия вынести Расковь сосед не молится, говорит, ты должен все методы применить Стремиться к тому, чтобы он начал молиться А не так просто, а ну все, кафер и все, я оставил его Хиракль, римский правитель Он Абу Суфьяна спросил Относительно сподвижников пророка Прибавляется ли количество людей, говорит, то есть входят ли они в религию или наоборот выходят из религии Относительно последователей Мухаммада Абу Суфьян сказал, да, их последователи прибавляются, говорит И поэтому мы делаем вывод, если мы в нашем да'вате Поэтому если наши последователи не прибавляются, то есть наш да'ват не прибавляет количество число мусульман Значит мы не следуем, не делаем тот да'ват, который делали сахабы Призыв пророка, саллиллаху алейху ассалям Призыв Мухаммада, саллиллаху алейху алейху ассалям Это призыв к исправлению, к исправлению общества Продолжение следует...